Зигмундс Скуич. Кайлумс. Нагота. Авторизованный перевод с латышского Сергея Цыпаковского. Читает Евгений Бразуль-Пружковский. Глава шестая. Однако до сада его улеглась, едва он вышел из гостиницы. Точнее, едва за ним затворилась дверь номера люкс. Так и не удалось увидеть своего соседа, о коем мог в какой-то мере составить себе представление по отдельным предметам – газетам, старому потертому лакированному чемодану, импортным резиновым сапогам необычного вида, поношенному дождевику из грубой парусины. Составить себе представление, подобное тому, как парионтологи по нескольким случайно обнаруженным костям восстанавливают фауну отдельной эпохи. Пустынный коридор чем-то напоминал школу в дремотный утренний час. За закрытыми дверями лились девичьи голоса. Здесь пение, там смех. Внизу все та же дежурная его ангел-спаситель. Пожилой, располневший ангел-спаситель в белом халате. Закрутила волосы на пластмассовые бигуди, поверх повязала платок. — Вы документы мне вчера оставили? — Да, оставил. Спасибо вам. — У вас уплачено до завтрашнего вечера. Если задержитесь, придется платить за прописку. — Ясно. — Вам повезло. По пятницам командированные разъезжаются, а новые не шибко едут. Учреждения два дня закрыты. Ну и, конечно, не будь, комната уже занята мужчиной. Воздух был напоен приятной свежестью. Солнечные блики на земле и на стенах перемежались с пестрыми прохладными тенями. У памятника Ленину девушка поливала цветник. Газон, расцвеченный алыми островками, был похож на яркий ковер. Водяная струя, рассыпаясь в мельчайшие брызги, светилась радужным веером. Мокрый асфальт, просыхая, дымился. Центр города казался сонным и праздным. Принаряженный семейный люд, накруженный и увешанный надувными кругами, мечами, с очками и прочей веселительной техникой, полизывая мороженое, двигался к реке. Мужчины катили детские коляски, женщины с граблями и лейками направлялись на гладбище или садовые участки. Приехавшие в город за покупками колхозники крутились вокруг своих москвичей и мотоциклов с колясками. Пожилые тетушки снимали с себя комбинезоны, пластмассовые шлемы. Побуревшие на солнце старички подтягивали сползавшие брюки своих импортных костюмов. Он все никак не мог пересилить зевоту. Сколько же он часов проспал? Пять. Вполне прилично. Конечно, вчера они выдали чуть ли не ведро крепких напитков. Хорошо, хоть голова не болит. Только пустота какая-то. Закрыть бы глаза, подставить лицо солнцу. Или раздеться, войти в Гаую, лечь на спину, отдаться течению. Вот понесло его, плывет мимо город, плывут поникшие над водой деревья, белые песчаные косы, голубое небо. Он вышел на улицу, ведущую к мосту. В лучах утреннего солнца река блестела надрайной жестью. Со щебетом носились ласточки. Облокотившись на перила моста, он до тех пор глядел в воду, пока река не застыла, а вместо нее поплыл мост. Да, все очень странно. И то, ради чего он приехал, и та скандальная встреча в общежитии, и ночные его приключения, все бред. Не бред только это утро и то, что двигалось мимо. Девочка верхом на лошади, женщина с цветами. Как хорошо, что в мире есть лошади, цветы и девочки. Он человек самостоятельный, может делать все, что захочет. Конечно, он опять пытался себя обмануть. Он нередко себя обманывал, когда не хотелось сделать того, что нужно было делать. Садясь за уроки, всегда отыскивал причину полистать журналы, поглазеть в окно, походить по комнате. Когда нужно было мыть ноги, он вспоминал, что у него насморк, что по телевизору интересная передача. Нелегко ему было собраться с духом, вечно его одолевали сомнения, всегда он колебался. Кому-то позвонить по телефону, и это было проблемой. Его считали невоспитанным из-за того, что при встрече со знакомыми он отворачивался, прикидываясь, будто их не замечает. Необходимость заставить себя что-то сделать вызывала в нем отвращение. Стоять на мосту, мечтательно озираться по сторонам было пустой тратой времени. Неужто он не может взять себя в руки? Раз уж остался, надо что-то делать. Попробовать еще раз встретиться с Марикой, с другими девчонками. Лучше бы с каждой в отдельности. В рандове он был уже сутки, а ясности по-прежнему нет. Никакой. Еще раз зайти в общежитие, но так трудно на это решиться. На поверку дело оказалось куда сложнее, неприятней, чем он ожидал. А тут еще под ногами путался этот Теннисон, смотревший на Марику, как на свою собственность. Нет, только не в общежитие. Куда ж тогда? Он все еще раз думал, как ему быть, и вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Прямо на него шла девочка с косичками. Берута. Он позорнейшим образом покраснел и даже вздрогнул, будто его в чем-то уличили. К счастью, Берута смутилась ничуть не меньше. Он принял стойку смирно, улыбнулся, кивнул. Берута тоже едва заметно кивнула и тут же отвернулась, потупилась, собираясь пройти мимо. «Э, какая неожиданная встреча!» На силу выдавил он и только тут сообразил, что, в общем-то, ему ужасно повезло, и он, во что бы то ни стало, должен вызвать ее на разговор. Берута не ответила, продолжая поглядывать на него эдакой робкой козочкой. Он пошел рядом. «Давненько мы с вами не виделись!» Она улыбнулась. И то хорошо. «Куда вы торопитесь? Какие-нибудь срочные дела?» «Да нет, сегодня выходной». Они были почти одного роста. Странно, вчера Берута совсем не казалась такой рослой. Какая там козочка, скорее, жираф. Как доска, плоская, острая ключица. Туфли у нее, похоже, сорокового размера. Ладони большие, красные. В левой руке покачивает на ходу нечто похожее на продуктовую сумку. «Разрешите, я помогу?» «Пустяки не стоит, она легкая. Там один купальник». «Вы загорать? Тогда нам по пути». «Ну вот не знаю». «Нет, конечно, если у вас свидание». Она еще больше растерялась. «Да нет. Значит, да». «Джульетта обещала покатать на моторке». «Ну и прекрасно. Я провожу». Он сам себя не узнавал. Он восхищался собой. Все в порядке. Ход правильный. Так держать. «Давно вы живете в Рандове?» «Да». «А точнее, как давно?» «Скоро два года». «Ну и как? Ничего?» «Ничего. Привыкла. В школе о другом мечтала. Потом стали нас агитировать. Свозили на экскурсию на Калининский комбинат. Познакомились с программой текстильного института. Знаете пословицу? «Дай черту палец». Так оно и вышло. Впрочем, я не жалуюсь. Когда прошло смущение, она разговорилась. Даже слишком. Словно боялась, что разговор оборвется или перейдет с этого невинного предмета в более опасные сферы. Но жить вчетверем в одной комнате. «Это пока». «Вы оптимистка». «А вы нет? Насколько я знаю, я все время думала...» «Что вы думали?» «Что вы тоже оптимист?» «Возможно. Смотря по обстоятельствам». «У вас ярко выраженный почерк оптимиста». «Вы видели мой почерк?» Она так энергично мотнула головой, что светлые косички разлетелись в разные стороны. «Нет, я имела в виду ваш поэтический почерк». «А, да, вполне возможно. Впрочем, как сказать, есть критики, которые считают иначе. Но я ведь живу не в рандове, и я мужчина». «Ну так что же?» Один знающий человек растолковал мне, что жизнь девушки в рандове не рай. Берута опять смутилась, но взгляд не отвела. «В каком смысле?» «Неужели не понимает?» «Не ребенок все-таки?» «Ну, как вам сказать, скука?» «И вообще?» С лица берута исчезла сосредоточенность. «А вот уж нет, совсем не скучно. Как раз наоборот, мне ежедневно не хватает, по крайней мере, двух часов». «Это знакомо». И Марика в своих письмах сокрушалась не раз о том же, и ей не хватает времени. «А дать в починку туфли, написать письмо?» Он остановился, снял пиджак, кинул его на плечо. «Не помню, чтоб в Латвии бывала такая жара». «К дождю, наверное». Подняв голову, она с простодушной серьезностью озирала небо. «Так вы говорите письмо». «Да, у меня в Лизуме мать, одна денежненька. Дети разбрелись кто куда. Хотя бы писать ей почаще». Он опять остановился, будто за тем, чтобы поудобнее сложить пиджак. «Вам известен такой адрес? Улица Прежу, восемь». Она удивилась, но не слишком. «Нет». «Интересно, где это? У меня там свидание с одним человеком». «Да где-то поблизости, за автобусной станцией». «Может, завернем туда ненадого?» Она задумалась всего на мгновение. «Нет». «Почему?» «Просто так». И, помолчав, добавила помягче. «Меня ждет Джульетта. Я же говорила». «Ладно, не к спеху. Досточтимая барышня Капулетти, разумеется, прежде всего». Берег реки местами полугий. От заливных лугов его отделяла песчаная полоска. А кое-где он круто обрывался к воде. Весь в зарослях кустарника с редкой сосной или лиственным деревом. И повсюду, куда ни глянешь, в глазах пестро от загорающих. Люди пили, ели, смеялись, пели, кричали. Крутили транзисторы, гоняли мяч, играли в бадминтон. Белые, красные, коричневые тела на подстилках, простынях и полотенцах со всех сторон завалены тряпьем, посудой, снедью. «Где тут ваша Джульетта?» «Она дальше, туда, к высоковольтной линии. Сюда на моторке не подойдешь. Мели!» Осторожно, как по лабиринту, пробирались они среди загорающих, временами переступая через чьи-то ноги, покрасневшие спины. На пути их следования, плечом к плечу, голова к голове, глядя на реку, совсем как на огневой позиции, лежал целый батальон девочек. И всякая подвижная мишень здесь попадала под перекрестный обстрел их любопытных взглядов. У него было такое чувство, будто его выставили на витрине или того хуже, разложили на столе анатомической лаборатории. Его мысленно раздевали, обминали, обмеривали, взвешивали, выступивали, тискали и щупали. Ничуть не лучше себя чувствовала Берута. Уж теперь она в конец смутилась. То притворялась, что никого не видит, то напротив с жаром кому-то помахала рукой, здоровалась, изображая на лице изумление, чтобы тотчас отвести глаза, прикинуться глухонемой. — Рут, эй, Рут, куда это разлетелось? Чего строишь из себя? Зазналась девка. У Руты лучший результат сезона. — Тсс, у них парный забег. — Да, а ничего. Он пытался улыбаться, состроив равнодушно скучающую мину, поигрывал монеткой и тихонько про себя посвистывал. — У вас тут много знакомых. — Все наши, из предельного. — Вы тоже предельщица? — Пока да. — А потом кем будете? — Трудно сказать. Не загадываю. Сначала институт надо закончить. — Ой, поглядите, с кем это Берута? — Ну дела. — Неужели тот самый, поэт? — Мне кто-то сказал, он ефрейтор. — Это, видимо, как относится ко мне? — Похоже, так. — Даже мое звание знают. — Боже мой, да у нас тут все знают все. — Вот как? — А чему вы удивляетесь? Воткнувшись носом в песок, у берега стояла лодка. Обычная алюминиевая корыта с подвесным мотором чайка. Видимо, забрахлило зажигание. Мотор не заводился. Какой-то парень из сервенела дергал шнур стартера, выставив втиснутый в шорты тяжеловатый зад. «Джульетта, а вот и мы!» — крикнула Берута. — Привела еще одного пассажира! Вслед за первым сюрпризом последовал и второй. Хрипловатый альт был знаком. Джульетта оказалась цауна. Очень мило. Румяные щуки цауны презрительно дернулись. Оттопырив в толстую нижнюю губу, она сдула с нахмуренного лба прядку волос. Волосы у нее были короткие и топорщились, как грива жеребенка. — Дайте я попробую завести, — предложил он. — Спасибо, обойдемся. — И сколько человек ваш корабль вмещает? — Для массовых экскурсий он непригоден. — А для чего же? Для рыбалки? — Для спасения утопающих. На общественных началах. Цауна с ним держалась так, как будто он украл цветы с могилы ее бабушки. И на долю Берута достались столь же уничужительные взгляды. Стиль у нее, что ли, такой? Сразу не разберешься. Должно быть, Берута ожидала иного приема, и она опять пришла в замешательство. — Вот видишь, поэт наш все-таки остался в рандове. Случайно встретились по дороге. Я пригласила его прокатиться. Ему будет интересно осмотреть грибные кручи. Она всю вину брала на себя. Играла великодушие. И откуда эта внезапная доброта? — Мы едем не кататься, а учить химию. Это предназначалось только Берутин. — Мы будем учить, а поэт — любоваться природой. — Благодарю вас, милая дама. Я понимаю, учеба прежде всего. Разрешите откланяться. Мысль о том, что сейчас он сможет уйти, его искренне обрадовала. Цауна улыбнулась победной улыбкой. Берута эта простушка ее улыбку истолковала иначе. — Да вы там не помешайте. Что за глупости? Грибная круча — красивейшее место на Гауе. И там отличное купание. Вода как стеклышко, прозрачное и дно песчаное. А рядом омут. Джульетта ныряет метров на десять. Ну скажи, Джульетта, разве я не права? Я молчу. Он просто стесняется. Место дивное. Я вам открою секрет. Прошлым летом Джульетта из того омута вытащила чемпиона по плаванию нашего комбината. И вам кажется, она при случае меня могла бы вытащить. — Запросто, — рассмеялась Берута. — Для нее это пара пустяков. Джульетта изменилась в лице. — Берута, знай меру. — А что, разве я не права? — Ну и как поживает чемпион? — В армию забрели. — Пишет хорошо. — Полезайте в лодку. Чего тут раздумывать? — А вы, Джульетта, как думаете? — Мне абсолютно все равно. Если для Беруты важно... — Еще бы! Может, товарищ поэта нашей грибной круче поэму сочинит? — Сочинит. — Как бы не так. Святая простота. Цауна демонстративно отвернулась и опять принялась дергать шнур. На этот раз, может, от избытка злости. Рывок был удачен. Мотор взревел, встрепенулся. Пыхнуло синим дымом. — Поехали! — воскликнула Берута, хватая его за руку. Раздумывать было некогда. Он прыгнул в лодку. Алюминиевая корыта, угрожающе накренилась. Цауна на него не обращала внимания. Берута, глядела плутовато, как дитя, которому его проделки благополучно сошли с рук. Мотор прибавил обороты. Нос лодки выступал из воды. Из-под него сверкающими крыльями расходились две косые волны. «А далеко это?» «Что вы сказали?» «Круча ваша далеко?» «Нет, нет, близко!» «Вы там часто бываете?» «Да, часто!» «И все вдвоем?» «Простите, не слышу!» «Сами-то с Марикой тоже ездят!» «Когда как!» Трудно было такой крик назвать разговором, и пришлось замолчать. Левый берег по немогу обретал крутизну, иногда совсем отвесно нависал обрывами, в воде отражались деревья с оголенными корнями. На мелководье в прозрачной воде янтарно светилось волнистое песчаное дно, перемежаясь с сумрачной зеленью омутов. Красноватая скала издали была похожа на профиль индейца. Три одинокие ели на ее макушке, густо поросшие кустарником, могли сойти за орлиные перья, воткнутые в шевелюру краснокожего. К подножию скалы подступала тихая заводь с ровным песчаным пляжем, который прямо от берега на глазах срывался в бездонную глубину. Лодка ткнулась носом в песок, мотор поперхнулся и затих. — Смотрите, как тут хорошо! — воскликнула Берута. — Да, поставить бы здесь палатку и пожить свое удовольствие, еще бы удочки захватить. — Боюсь, что вы здесь ничего не поймаете, — проворчала Цауна, не поднимая глаз. — Зачем попусту время тратить? — Откуда вы знаете? — Значит, знаю. Есть опыт, уж поверьте на слово. Не вы первые здесь закидываете удочки. Берута покраснела до корней волос. — Джульетта, прошу тебя, ты заблуждаешься, ты ничего не понимаешь. — Скажите, как трогательно. Что-то в последнее время врандову повадились наезжать любители рыбку половить. Думают, здесь у нас без наживки на голый крючок клюет. — Ого! Удар ниже пояса. — Осадить бы ее. Поставить на место, сказать бы ей что-нибудь такое, чтобы все передернуло. Но, как обычно, экспромтом ничего на ум не пришло. На голый крючок берут только акулы. — Поговорим о чем-нибудь другом. Ну, пожалуйста! Берута всеми силами старалась унять их. Вид у нее был до того несчастный, даже жалко ее стало. Но не в ней сейчас дело. Сейчас Берута играла вторую скрипку. На первый план неожиданно выдвигалась одержимая откровенностью цауна. Негодование и злость ее были столь же необъяснимы, сколь многообещающие. — Говорить можно о чем угодно. Да что толку? В конце концов, всему есть предел. — Простите, о каких пределах идет речь? — Нахальством в наше время никого не удивишь. — Ха! Вчера вы, ей-богу, не казались такой кростной. — То было вчера. Что же изменилось сегодня? — Сами догадайтесь. — А теперь нам надо переодеться. Вырезайте из лодки. — Через две минуты будем готовы, — прибавила Берута. — И, пожалуйста, не сердитесь. — Пускай сердится себе на здоровье, — бросила цауна. Он выпрыгнул на берег. Вокруг скалы шла крутая тропинка. По ней как будто можно было с тыльной стороны подняться на вершину к трем елям. Они что-то знают, это точно. Нельзя жить в одной комнате и не знать. — У нас тут все знают все, — сказала Берута. Если отбросить Марику, остаются цауны, Берута и Камита. — А что, если письма писала Берута? Подвесной мотор взребел с новой силой. — Что такое? С недобрым предчувствием сбежал он обратно вниз по тропинке. Лодка была уже на середине реки. — Хотите знать, что изменилось? — кричала цауна, приложив к губам ладони. — Спросите вечером у Камиты! Она расскажет! — Вот чертовка. На сей раз ее взяла. — Ну, хорошо. — Спасибо! — прокричал он в ответ. — Привет родным и близким! По крайней мере, сауна отпадала. Уж сауна ни в коем случае.